ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И с нами на прямой связи София Лисеева, которая отдыхает в Болгарии. Привет, София. Привет, ребята, всем привет из солнечной и теплой Болгарии. А у нас тут жара. У тебя как там с температурой? Вы правда хотите, чтобы я подтвердила вас рассказами о том, что здесь 26-25 градусов тепла в море? Ну, ты купаешься каждый день? По возможности, да. До Буйкова доплываешь? Переплываю, и русалочка там сидела. София, я слышала, что ты отдыхаешь не одна. Да, это правда. Я приехала сюда с твоей семьей. С нами две бабушки. Степа, кстати, он сейчас здесь. Привет, ребят. Привет. Также с нами наш сын, любимый Севастьян и наши друзья. А вы как, чем занимаетесь? Какие у вас новости? Я испытываю все прелести курортной Москвы. Катаюсь на серфе, езжу каким-то опен-эйром. Ох, София, у меня, к сожалению, не все так весело. Я испытываю все прелести душной Москвы. Никакого загорода, к сожалению, у меня нет в программе. Наконец-то закрыла сессию и решила отдохнуть. И на радостях решила научиться готовить. Так сказать, разбудить свой кулинарный талант. Первый десерт мне довелось приготовить с Леной Усановой. Это был сюрприз с днём рождения Снежины. И, ты знаешь, я была удивлена, первый блин не всегда о комом. Я тебя полностью в этом деле поддерживаю, потому что готовить собственноручно – это еще и очень главный тренд. Абсолютно с тобой согласна. Это модно, это вкусно. И также ты можешь уменьшить калории, когда готовишь дома. А мы сейчас посмотрим, что же получилось из этого кулинарного дуэта. Один маленький десерт, к тому же сделанный своими руками, фигуре точно не повредит. Привет всем, с вами Елена Ленц. И сегодня мы узнаем, что такое бьюти-фуде. Лена, спасибо, что вызвала нас на такой прекрасный девичник. Хотелось бы узнать, что же такое бьюти-фуде. Как недавно один авторитетный глянцевый журнал по кулинарии назвал мой проект Handmade Food, а меня – бьюти-фуде. Фуде – это те, кто готовят, а бьюти – это, скорее всего, те люди, которые совмещают красоту и еду. Это, я думаю, будет новое направление, как когда-то давным-давно появилось направление Handmade, а теперь будет бьюти-фуде, потому что мы задаем тренды. Вы тоже, поскольку вы же тренди-лаб. Рядом со мной стоит молодой, холостой, красивый, талантливый шеф-повар Михаил Герасченко, который сегодня на нашем девичнике создает тот самый удивительно воздушный десерт – тирамису, который мы хотим вот так вот визуально подарить нашей снежинке, у которой был день рождения, она может на него посмотреть и в лучшем случае исполнить. Если нет, то, по крайней мере, полюбоваться. Пусть Миша займет свое достойное место на кухне, потому что что может быть лучше для женщины, когда мужчина на кухне готовит? Но это зрелище – настоящее тренди, а у нас тут настоящее тренди-лаб – китчен. Камон! Почему вот эта кудра песочная называется землей из савоярди? Потому что он похож на землю, плюс это красивое название. Измельченные печенье как-то некрасиво, да, а земля из савоярди – это красиво. Итак, нам понадобится печенье савоярди, которое мы измельчим в блендере или в кофемолке, кто где может измельчить. Назовем ее землей. Далее Миша добавляет кофе, но кофе особым образом приготовленный. Как? Мы не используем обычный кофе и не смачиваем савоярдниким кофе. Мы сделали желе. В следующем у нас появятся фисташки в карамели и сам маскарпоне. Итак, фисташки в карамели. Выглядят они так. Но даже если у вас не получится сделать фисташки в карамели, просто добавьте фисташки. Вообще, если у вас нет фисташек и нет карамели, добавьте казинаки. Ну почему нет? По вкусу похоже, а заморочи меньше. И что же появится в следующем? А в следующем появится тот самый тирамису. Из сифона, то есть масса, из сыра маскарпоне. И добавляем туда молоко. Да, если мы сюда добавим сливки в эту массу, то у нас они разорвутся. Миша готовит десерт, а я сюда могу пригласить людей, которые сами себе выдавят свой десерт в свою тарелку. Все, что ты видишь в этой тарелке, и есть тот самый десерт, бьюти-фуди. Попробуй, смешай вот эту землю вместе с фисташкой и беленьким. И еще вот чуть-чуть. Возьми кофе и граните, да. Так с ним и поступают. Снежина была бы довольна. Да, мне передам ей свои ощущения. Это было очень вкусно. Это так нежно, это так вкусно, это невероятно. И самое главное, что это просто. Потому что это бьюти-фуди, а вы смотрите Трэнди Лап. Мне очень понравился ваш сладкий подарок для Снежины. Но мне кажется, без помощи профессионала такое приготовить просто невозможно. Или я ошибаюсь? Первый раз было действительно сложно. Но сейчас, мне кажется, я справилась бы намного быстрее. И это бы мне уже принесло намного больше удовольствия. Я обязательно практикуюсь. Ну а у тебя есть какой-нибудь любимый десерт? Например, в Болгарии. В Болгарии у меня приготовлен целый сюжет. Поэтому я предлагаю перенестись сразу к нему. Потому что на днях мы вместе со Степаном исследовали местные все десерты. И узнали много нового. И давайте перейдем прямо к просмотру. Всем привет! В каждой стране есть сладости, которые так или иначе можно назвать национальными. В России это блины, во Франции – круассан. Есть и такие в Болгарии. Давайте проверим это вместе. Здесь готовят палачинки. Палачинки – это блины с разными наполнителями. Их любят не только в свое старинное дети. Мончики нельзя назвать традиционным болгарским десертом. Но здесь их готовят так вкусно, что от них просто невозможно отказаться. Предлагаю отправиться вместе со мной в болгарский ресторан. Скажите, какой десерт в Болгарии считается самым популярным? Это самый популярный болгарский десерт. Это печеная яблка, карамелизирована, гарнирана с болгарским кислым млеком. По-болгарски это блюдо называется крем-карамель. В России мы его часто называем пудинг. Интересно, сколько в нем килокалорий? Този десерт е една калорична бомба, содержа 274 килокалории. Мне кажется, это не так уж и много. Этот десерт очень напоминает всеми любимую рисовую кашу. По-болгарски это блюдо называется, а точнее десерт, молоко с рисом. Скажите, пожалуйста, а тяжело такое блюдо приготовить в домашних условиях? Элементарно се прави. От млеко, ориз, захар, панели все, чето си бари. И до гостя. Спасибо большое. Верария Элхаус Возенец, специальное до тренда лапы. Я надеюсь, вы узнали, чем можно подсластить свой отдых в Болгарии. Надеюсь, вы узнали, чем можно подсластить свой отдых в Болгарии. А я сейчас собираюсь попробовать абсолютно все эти десерты за этим прекрасным обеденным столом. Всем пока. С вами была София Елисеева. В следующей части тренди лап. Сны о сладком. В чем не в силах отказать себе звезды? Капкейки сильнее диеты. Откровение кулинара. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...